Седьмой конкурс выразительного чтения произведений Михаила Пришвина проходил не совсем обычно. Участники записывали видео с чтением рассказов писателя и присылали на почту детской библиотеки. Поклонников творчества Пришвина оказалось немало – 23 дошкольника и 31 учащихся начальных классов. И впервые участвовали школьники из Краснодара. Мы просмотрели все 54 ролика, сначала дома, потом собрались здесь. И очень сложно было кого-то выделять. Настолько все молодцы, настолько все хорошо подготовились, хорошо читали. Ну вот выбирали лучших из лучших, называется. Очень порадовали дошкольники. Они все читали свои отрывки или даже целые рассказы наизусть. Просто душа радовалась, как детки подготовились. Хочется отметить детский садик номер 37 и детский садик номер 32. Они представили наибольшее количество. А детский садик номер 37 – наиболее подготовленных деток. Это говорит о том, что в этом саду работают очень неравнодушные воспитатели, которые с душой относятся и к детям, и к тому, чему они их учат. Приз зрительских симпатий из дошкольников получила Бочарова Есения за проникновение в материал Котова Алена, за образность Севринов Артем. Белый ожерелок. Слышал я в Сибири, около озера Байкал, от одного гражданина про медведя. И признаюсь, не поверил, но он меня уверял, что даже в сибирском журнале было написано «Человек с медведем против стаи волков». Жил на берегу Байкала один сторож, рыбу ловил, в бег стрелял. И вот раз, будто бы видеть злокошка, бежит большой медведь, а за ним гонится стая волков. За артистизм отметили Долгову Нику. Третьих мест получилось три – Нагорная Есения, Литвин Анастасия и Кучина Варвара. На втором месте – Лихачева Дмитрия и Вишневская Варвара. Первое место – Укереева Николая. Среди школьников – лауреатами Сталина Осеткина Ирина, Цилуева Полина, Марар Артем, а при зрительских симпатий уедет в Краснодар, Ивановый Ульяне. Третьи места – у Киселева Дмитрия, Исаевой Натальи и Кусковой Ольги. Вторые места – у Короткой Василисы и Масловской Александры. Первое место – Усмагина Максима.